Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о книге пророка Иеремии, мы обратимся сейчас к 17 главе. В 17 главе несколько, по крайней мере три можно обнаружить или четыре, вполне разнородных фрагментов, разных по жанру и действительно очень непохожих друг на друга. В начале, в сущности, мы видим продолжение той проповеди, которая звучала в предыдущей главе этой книги, и здесь Господь говорит о том, что грех Иуды написан железным резцом и написан на скрижале сердца их. Это, ну, в данном случае, скажем, чрезвычайно своеобразное выражение. По-видимому, представление о том, что закон, воля Божья, пишется на скрижалях, на плотяных скрижалях сердца, оно было достаточно распространено в пророческой традиции. В гораздо более развернутой форме мы обнаружим это в последней третьей книге пророка Иезекииля, где тоже говорится о законе, написанном на скрижалях сердца. А здесь у Иеремии речь идет о том, что на этих самых скрижалях сердца, то есть на человеческом сердце, как на тех каменных скрижалях, которые дал Моисей израильскому народу, вот записан не закон, а грех Иуды. Вот такая вот как бы табличка, на которой может быть записана либо правда Божья, либо грех народа. Вот что представляет из себя человеческое сердце. И Господь говорит о том, что вот все это будет отдано на расхищение, весь там Иерусалим, горы, холмы, поля, все это будет отдано на расхищение из-за этого греха, записанного на скрижалях сердца. И здесь еще обращает на себя внимание важная такая фраза в 4 стихе. Господь говорит к Иерусалиму, к народу Израиля, и ты через себя лишишься наследия твоего. Из-за тебя самого, ты из-за себя лишишься наследия своего. Как мы уже не раз говорили, все-таки, по крайней мере, во времена Иеремии представления иудеев сводятся к тому, что Бог единственный актор, единственное реально действующее лицо в истории. И в рамках этой парадигмы откровение Божьему, которое дано пророку, в общем, не очень комфортно. Потому что оно не укладывается в эту парадигму. И поэтому так часто в самых разных формулировках пророк пытается передать своим слушателям и читателям вот именно это. Это ты через тебя, через себя самого лишишься наследия твоего. Это не волюнтаристское решение Бога, достаточно, там, может быть, суровое и мстительное, или, наоборот, оправданное и справедливое, но решение Бога. Нет, это ты делаешь себе сам. Как раньше Иеремия говорил, вот я наведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. Таким образом, грех народа сам по себе имеет неминуемые последствия. Вот об этих неминуемых последствиях Иеремии, по-видимому, раз за разом на протяжении многих лет свидетельствует, возвещает, говорит народу. Дальше мы обнаруживаем в этой главе несколько высказываний, которые по жанру, по свойствам своим гораздо уместнее были бы где-нибудь двумя столетиями позже, в начале эпохи мудрецов, эпохи мудрых Израиля, потому что здесь несколько таких высказываний, выглядящих примерно как афоризмы, которые очень характерны для литературы мудрых. Вот какие-нибудь такие сентенции нравоучительные, ну, в сущности, ими до краев наполнены книги «При мудрости Соломона» или «При мудрости Сираха» и так далее. Вот такая вот вставка. Не очень понятно, почему составители именно эти высказывания сюда поместили. Они не связаны напрямую с контекстом всего того, что происходит вокруг в служении Иеремии. И восходят ли впрямь к Иеремии эти высказывания, тоже по большому счету не очень понятно. Но, тем не менее, здесь есть важные вещи, на которые имеет смысл обратить внимание. Вначале говорится о том, что проклят человек, который надеется на человека и которого сердце удаляется от Господа. Благословен, наоборот, тому человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ну и по правилам литературы мудрых, вот тот, который надеется на человеков, сердце удаляется от Господа, вот у него будет там зной в пустыне, земля бесплодная, а тот, у которого упование Господь, ну вот он будет как дерево посаженное при водах. Вот типичная совершенно структура такой вот сентенции мудрецов. А дальше продолжается следующее высказывание «Лукаво сердце человеческое больше всего и крайне испорчено». Вдруг вот такая вот удивительная позиция, скептическая по отношению к людям. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Конечно, здесь нет взгляда на то, что люди разные, не все могут быть оценены одной меркой. И когда ты говоришь «Лукаво сердце человеческое более всего», ну это вообще говоря не вся правда про человеческое сердце. Но дальше оказывается, что речь-то о другом. Речь вот о чем. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его». То есть, пророк говорит не о том, что все люди нехорошие, злые там, такие-сякие, неважно. А важно, что, ну да, во всяком человеческом сердце много зла. Это не значит, что оно для Бога непроницаемо. Господь проникает в сердце и испытывает внутренности, чтобы воздать каждому по пути его. То есть, воздаяние Божье, оно оказывается как-то соотносится с тем, что из себя представляет человеческое сердце. Ну и потом, понимаете, эти слова вот в 10 стихе важно очень услышать, потому что в нашу эпоху мы видим, как люди практически, можно сказать, постоянно заняты пропагандой. Причем настолько интенсивной, что они в своих конспирологических бреднях убеждают самих себя и начинают верить во всю ту чушь, которую они транслируют в окружающий мир, и в которой они объясняют свои поступки, чаще всего злые и безнравственные. И вот кажется, что все мы делаем правильно, потому что никто же не признается, что я совершаю там вот что-то преступное, потому что я злой или агрессивный. Нет, все говорят, потому что так надо, мы преследуем какие-нибудь возвышенные благородные цели, 40 бочк арестантов. Это абсолютно повсеместно происходит, все, какой бы дрянью они ни занимались, все преследуют благородные цели. Непонятно только откуда вообще столько кровопролития, насилия и унижения в нашем мире. Но Бог видит сердце на самом деле без всего вот этого словоблудия, понимаете, которым люди прикрывают свои стыдные поступки. Бог смотрит на сердце и видит тебя насквозь, испытывая внутренности. И это на самом деле очень важная вещь. Очень важная вещь, потому что если ты это понимаешь, то по крайней мере как-то оказываешься способным к критическому мышлению, к тому, чтобы честно смотреть на свою жизнь, свои поступки. Ну и еще одно из этой же серии высказывания. «Приобретающие богатство свое останется глупцом при конце своем, приобретающие богатство неправдой». Ну, в общем, довольно часто мы видели в предыдущих главах то, что Господь через Иоимию говорит о приобретающих богатство неправды. Здесь пророк позволяет себе в рамках и в нормах древней еврейской поэзии, характерной тоже для литературы мудрых, сказать, что это просто глупость. Это просто глупость. Дальше с 12 по 18 стих мы видим с вами молитву пророка, молитву, обращенную к Богу. С одной стороны, совершенно другая тема, никак не связанная с предыдущим. И по самой этой молитве очевидно, что она была произнесена в какие-то из тех дней, когда разнообразные враги, неприятели, недоброжелатели Иеремии пытались так или иначе причинить ему зло и как-то выдавить его из общественного дискурса, скажем так. Но в то же время невозможно отделаться от ощущения, что она все-таки каким-то образом вытекает из предыдущих высказываний, из разговора о том, что упование мудрого Господь, и Господь видит человеческие сердца. Вот, обращаясь к Богу, пророк говорит, «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израиля, все оставляющие тебя посрамятся». Помимо прочего, конечно, с точки зрения структуры мысли, структуры текста, это тоже произведение, близкое к молитвам мудрых Израиля. Несколько неожиданные в эту эпоху и в пророческой традиции вообще. Но все-таки, смотрите, Господь говорит о том, что местом освящения является престол славы, возвышенной от начала. Место освящения – это то, прикасаясь к чему, прибегая к чему народ Божий становится народом Божьим, становится освященным, становится принадлежащим Богу. Потому что святость и освящение для Веткого Завета – это вовсе не признак какой-то особой силы или качества, или благочестия. Нет, святость и освящение – это знак принадлежности Богу. И, кстати говоря, именно поэтому этот текст связан со следующей заключительной частью этой главы. Престол славы – это место освящения нашего. Там, где мы приступаем к престолу славы, там именно это освящение и совершается. И снова и снова здесь повторяется разговор о том, что надеждой на освящение является Господь. Ты, Господи, надежда Израилева, и все отступающие от Тебя обратятся в прах. Но дальше вот несколько по-другому звучит текст. «Исцели меня, Господи, исцелен буду, спаси меня, и спасен буду, ибо Ты хвала моя». Здесь пророк обращается к Богу с молитвой, с одной стороны, совершенно личной, от сердца к сердцу, в первом лице. А с другой стороны, ну она же стала достоянием истории, это молитва. «Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты хвала моя». Почему? Почему такая, вероятно, публичная молитва пророка была записана, вошла в историю, оказалась формой откровения? А потому что дальше пророк говорит, вот они все, окружающие люди, говорят мне, где слово Господне, пусть оно придет. Конечно, Иеремия сталкивается с очень типичным скепсисом, враждебным, таким скептическим отношением, когда люди говорят ему, ну ладно, рассказывай нам, что вот все твои проповеди, это все пустое, ничего не будет. Где это твое слово Господне? Вот же, все хорошо, все прекрасно, ты все обещаешь, что Бог нас покарает за предательство, а смотри, как все прекрасно. Иеремия говорит Богу о том, что я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня. Он удивительным образом свидетельствует, что вот то положение, в которое Бог поставил его, положение пастыря народа, положение человека, ответственностью которого является действительно направлять духовное движение, нравственное движение, и всю жизнь народа, вот он не хочет быть этим пастырем. И делает это только потому, что Бог понудил его к этому. Дальше пророк говорит о том, что «Ты надежда моя в день бедствия, и пусть постыдятся гонители мои». Вот в этой ситуации, когда не по собственной воле, не по своему желанию Иеремия вынужден свидетельствовать своим современникам о правде Божьей, он становится объектом ненависти, объектом возмущения своих современников. Они не хотят его слышать и изгоняют. В следующих главах мы еще и еще раз к этому вернемся. Но он говорит, вот пусть я не буду постыжен, потому что ты надежда моя, потому что я все это говорю ради твоего повеления. И вот он говорит, сокруши их сугубым сокрушением, «Наведи на них день бедствия». Дело не только в том, что Иеремия весьма темпераментно призывает гнев Божий на головы своих противников, но, может быть, в первую очередь дело в том, что сам Иеремия не берет на себя карать те действия враждебные, которые против него совершаются. Заговоры, сплетни, попытки его отравить, прочие-прочие, это все реальные вещи, понимаете. Но Иеремия говорит, я не спешил быть пастырем и не желал этого бедственного дня. А теперь ты сокрушай моих противников. Сам он не берется это делать. Наконец, третья, заключительная часть этой 17 главы посвящена соблюдению субботы. С одной стороны, мы все время встречаемся с этим понятием и с этим феноменом в Новом Завете, особенно в Евангелиях, где соблюдение субботы – одна из основных точек притыкания для окружающих Господа Иисуса людей. Ну и, конечно, на первый план эта тема выходит в эпоху возвращения израильтян из плена. Но вот и здесь тоже, соответственно, больше, чем за сто лет до плена и до возвращения из плена, речь идет именно об этом, о том, что Бог повелевает Иеремии и говорит, пойди в воротах храма, встань в воротах города Иерусалима, которыми ходят цари иудейские, и скажи им так, берегите души свои и не носите нож в день субботний, и не вносите их в воротами иерусалимскими. С одной стороны, понятно, о чем идет речь, заповедь о субботе запрещает в этот день работать, делать дела свои, потому что седьмой день недели, суббота – это день, который должен принадлежать Богу, субботу Господу Богу Твоему. И вот Господь через пророка говорит, «Святите день субботний, как я заповедал отцам вашим». Ну и дальше до конца главы разговор идет о том, что если вы будете это исполнять, соблюдать субботу, не носить какие-то тяжелые ноши в этот самый день субботний, ни через ворота, ни через храм, никак будете соблюдать все правила о субботе, то воротами этого города будут входить цари и князья, и сидящие на престоле Давида, и будет этот город благословен. А если вы не будете этого делать, то, соответственно, огонь пожрет чертоги Иерусалима. Ну и, соответственно, возникает вопрос, а, собственно, почему такое значение придается этой самой субботе? Ну, в конце концов, ну, мало ли, какие могут быть обстоятельства у людей, совершенно в таком же дискурсе, Господь Иисус говорит своим современникам, ну, вот каждый из вас, если у него там осел или вол упадут в яму, вытащит его даже в день субботний. Есть какие-то вещи с точки зрения Христа, которые, ну, важнее оказываются, важнее. А здесь Еремия говорит о том, что вот прямо тут свет клином сошелся на этой самой субботе, на этом правиле соблюдать ее или не соблюдать, до мелочей. В чем дело? Почему? Главным образом потому, что соблюдение субботы в первую очередь для самих иерусалимлян, для тех людей, которые ее соблюдают, являются свидетельством того, что завет с Богом существует. Дальше на пространстве следующих примерно там полутора десятков глав вот будет все ближе и ближе подходить разговор к этой теме завета. И здесь Иеремия, вернее, Господь через Иеремию говорит о том, что завет должен соблюдаться. И ты можешь видеть некоторым образом, соблюдается он или нет, знаком, видимым знаком существования завета или, как говорит Ветхий Завет, знамением этого завета, знаком для человека того, что ты, твое поколение, твой народ соблюдают этот завет, находятся в завете с Богом. Вот этим знаком является соблюдение субботы. И со времен Иеремии на протяжении столетий до новозаветных времен потому именно становится таким важным вопрос о субботе, что если мы позволяем себе в этом какие-то, пусть незначительные, послабления, это говорит о том, что завет, заключенный нами с Богом, начал трещать по швам, начал расползаться. А речь уже шла о том, что все те бедствия, которые являются результатом разрушенного завета. Это мы сами вызвали себе на голову благодаря собственному предательству. Поэтому здесь вот речь идет о том, что надо держаться завета, надо держаться этого знака, времени, посвященного Богу. Надо светить день субботний, потому что это будет и для Бога, и для нас свидетельством того, что завет существует.